Валерия Королёва Молодые люди, которые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом в период пандемии, они работали. Они доставляли продукты и лекарства пожилым людям, многодетным семьям, а также помогали медперсоналу, когда шел процесс перепрофилирования больниц в инфекционные госпитали. Сегодня мы поговорим о том, как они работали, какую помощь оказывали и кому, и с какими сложностями столкнулись, а также готовы ли они повторить свой подвиг. Наши гости расскажут обо всем том, что незаметно на первый взгляд. Итак, в гостях у меня сегодня студент 6-го курса педиатрического факультета Тверского медицинского университета, руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения волонтера-медики, волонтер Марк Ефременко. Здравствуйте. Здравствуйте. Студент 5-го курса педиатрического факультета Тверского медицинского университета, волонтер-медик Николай Мусин. Здравствуйте. И, пожалуй, самый юный наш сегодняшний гость, волонтер Ксения Овсяникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, благодаря слаженной работе и смелости наших волонтеров в период пандемии пожилые люди и в период самоизоляции регулярно получали продукты, продукты питания и медикаменты. Итак, вопрос такой вам, Ксения. В каких районах Твери вы работали и каким образом вообще происходило кооперирование волонтеров? Мы начали работу в апреле именно с выездами. Я сначала была просто волонтером. В штабе принимали заявки, а потом составляли маршрутные листы по районам. Заволжский, Пролетарский, Южный и так далее. Нанимали водителей. Нам их бесплатно предоставляла Дума, администрация. Также были волонтеры взрослые с машинами. В машине у нас обычно сидело по одному, по два волонтера. Желательно, конечно, было по два, но люди набирались не сразу. И за раз мы развозили 20 коробок. У нас был один маршрутный лист. Я чаще всего попадала в Заволжский район. Работали там, развозили. После приезжали и чаще всего сразу отправлялись во вторую смену. Тоже коробок 20-30. Всего в день удавалось развозить по 200 коробок. 200 коробок — это достаточно большое число. Кто были те, кому оказывали помощь? Большая часть — это кто? Пожилые люди или многодетные семьи? Больше всего изначально был проект нацелен на людей 65+. Дальше в рамках проекта «Забота рядом» мы уже доставляли пожилым людям 60+. Потом уже начали оказывать помощь многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями. И даже помогали матерям-одиночкам. И много ли вообще поступало заявок? Да, заявок поступало очень много. В какой-то момент, когда летом мы уже закрыли прием заявок, люди продолжали звонить. У нас несколько дней еще работала линия, чтобы объяснять, что акция закончилась. Всего в Твери мы оказали пожилым людям 6 тысяч. У нас было отправлено коробок. По области 32 тысячи. И еще 7 тысяч по области людей другой категории, как раз многодетные, люди с ограниченной возможностью. Расскажите, сколько вас вообще на адрес выезжало? Сколько? Два-три человека? Из-за того, что работали несколько месяцев, когда была учеба еще весной, чаще всего бывало, что некоторые водители и сами выезжали одни. Это нам если бы везло, и водитель также был волонтером. Старались все-таки водителю хотя бы одного волонтера сажать дополнительно, потому что и коробку взять, и стул взять. У нас же была бесконтактная передача. И антисептики, и маски. В общем, тяжело было. Но старались, вот если есть возможность, если пришло волонтеров 10 хотя бы, сажать мальчик-девочка, чтобы один нес коробку, коробки достаточно тяжелые, другой стул, звонил по телефону. Не все же дверь открывают по домофону. Поэтому в идеале, конечно, было два человека и водитель. А где вы друг друга вообще находили? У нас в Твере есть много волонтерских организаций, и во все беседы в разных соцсетях писали, что вот открывается новый проект, нужны волонтеры, желательно, конечно, 18 лет, чтобы брали ответственность за свое здоровье. Но мы все соблюдали определенные правила. У нас не было случаев заболевших, не было вообще. Поэтому, думаю, мы все справились, даже те, кто был младше. А, Ксения, я вас не зря назвала самым юным сегодняшним гостем. Вам всего 17 лет. Вы учитесь в 11 классе. Да, вот. Собственный вопрос, много ли у вас таких было? На выездах немного. Всего лишь один-два человека, кому родители, написали письменное разрешение на такую работу. Но у нас же не все коробки были изначально готовыми. Долгие месяцы мы фасовали их сами. И туда уже приходили помладшие ребята. 16 лет были ребята из колледжа. Также соблюдали все меры предосторожности. Носили маски, перчатки, пользовались антисептиками. Но там уже были не все совершеннолетние. Я не могу не отметить, что все это происходило, ваша добровольческая миссия происходила в период дистанционного обучения. Да, было так. Расскажите, как это сложно было вообще все это совмещать? Было сложно. Потому что, во-первых, была нагрузка намного больше. Надо было пройти самому все, что проходили в школе, так еще и домашнее задание. Во время дистанционного обучения я была только несколько раз на выездах. Потом уже, когда в мае и летом стала куратором волонтеров, я удивляюсь, как ребята находили время. Была одна девочка, она пропустила лишь один день за всю нашу смену, за всю нашу работу. И она говорила, что да, было тяжело. Но она заканчивала девятый класс, ей было полегче в этом плане. Говорила, первую половину дня учусь, вторую бегу к вам. Сколько человек за день успевали, в принципе, посетить? Сколько семей? Когда летом мы уже не укладывались в сроки, уже на нас ругались, что надо быстрее, надо больше, старались по 200 человек в день. А так было всего лишь и по 50, и по 60, иногда не доходили до сотни. Столько человек в день, это нужно работать с утра и до самого позднего вечера, как минимум? Нет, у нас была смена по три часа. Сначала были по четыре, но их сократили, потому что работать тяжело. Две смены. С десяти до часу и с часу до четырех. Приезжали водители, некоторые приезжали в одну, некоторые в две смены тоже, как успевали. И волонтеры тоже некоторые оставались на одну, некоторые на две смены. То есть работать можно было по выбору. А какие вы испытывали сложности, может быть, недопонимания какие-либо? Сложности были, столкнулись с проблемой, во-первых, очень много домофонов не работает. Вот процентов 50. Где-то сломаны кнопки, где-то еще что-то. По статистике также, если это пятиэтажный дом, то обязательно человек живет на пятом этаже. Закон подлости. Да, закон подлости. Где-то нет номеров квартиры, то есть ориентироваться в городе было тяжело. Плюс столкнулись с проблемой, если дома строили немцы, например, как нам рассказывали, подъезды в другую сторону. Тоже там сначала доходили не туда, пару раз путались с домами, потому что не было где-то навигаторов у водителей. Иногда приходили люди, мы приходили к людям, они говорили, что они коробки не заказывали, им заказывала соседка, которая решила, что тоже же надо. Ну, естественно, возвращали и уже отвозили действительно нужным ожидающимся людям. Расскажите, как вы защищались и вообще боялись ли, были какие-либо страхи, еще что-то? Ну, для начала, как мы защищались? Каждый волонтер, когда приходил на смену, мерил температуру, записывал в журнал, брал перчатки, маски несколько и антисептик. На выезд мы ездили так. Брали с собой стул, коробку, звонили в домофон, поднимались на нужный этаж, ставили стул, обрабатывали сначала его, потом ставили коробку, обрабатывали антисептиком коробку, отходили на дистанцию полтора метра, уже выходил человек, забирал коробку. Поэтому, когда закрывалась дверь, мы складывали стул и уже спускались вниз. И также в машине надо было регулярно обрабатывать руки антисептиком. Поэтому все меры соблюдались, без них было никак. Страшно не было, потому что сначала для меня не было заметно, что пандемия началась. Где-то, да, родственники из Москвы звонили, говорили, что вот карантин, их закрыли, они выходят из дома. А у меня родители вынуждены были продолжать работу. То есть они также каждое утро уходили, я оставалась с братом. Решила, что вот новое волонтерство, тоже можно попробовать. И как-то из того, что в городе у нас не было строгой самоизоляции, люди все так же выходили на улицу, первое время вообще не чувствовала, что что-то изменилось. Потом, да, конечно, когда я видела цифры, когда я видела статистику, стало немного страшнее, но уже было поздно отступать. А как отнеслись ваши родители, родственники, друзья к тому, что вы записались в добровольцы? Ну, друзья очень были сердиты, злы, сказали, что мы с тобой больше не встретимся. Вот пока ты через полгода нам справку не принесешь, что ты здорова, будем видеться только в зуме. Родители спокойно отнеслись, сказали, что да, помогать надо, ты у нас не заболеешь, мы-то уверены. Девочка здоровая, поэтому да, иди, можно. Главное, береги себя. Ребят, к вам тоже тот же самый вопрос. Вы тоже волонтеры, более того, волонтеры-медики. Как ваши родные отнеслись, что вы в красной зоне работали, и помогали при перепрофилировании больниц в инфекционные госпитали? Это же тоже тяжелая работа. Здесь могу сказать так. Я с 2011 года являюсь волонтером. Для моих родителей был не секрет, что если случится какое-то ЧП, я пойду помогать. Соответственно, начался ковид. Естественно, я и как студент-медик, и как волонтер-медик, не мог остаться в стороне. И буквально за сутки мы развернули наш оперативный штаб, начали свою деятельность. Марк, вы как раз-таки принимали участие в перепрофилировании больниц. Расскажите, в каких больницах вам довелось поработать, и много ли вообще в принципе вас собралось? Давайте тогда расскажу вам такую историческую ковидную хронику наших действий. 20 марта мы впервые, к нам поступила просьба от Калининской ЦРБ с просьбой о помощи, помочь им все перенести, пересчитать лекарства, все это организовать, потому что больницу нужно было срочно перепрофилировать из простого стационара в ковидный госпиталь. В этот же день к нам обратился главврач 6-й городской больницы, позвонил нам в ректорат нашего университета и попросил тоже срочную помощь, потому что их тоже перепрофилировали в кратчайшие сроки под ковид. Мы собрали оперативную группу, наши ребята, студенты выехали туда, и мы начали им помогать. Буквально за три дня эти больницы уже стали ковидными госпиталями и начали свою работу. Здесь, я думаю, большой был подспорь для нашей области, потому что сразу же людей с выявленным ковидом отправляли в стационар, тем самым они переставали ходить по улице, и все это лечение и распространение инфекции прекращалось. Также мы помогали Министерству здравоохранения Тверской области в обслуживании горячей линии по вопросу ковид. К нам Министерство выступило с этой просьбой 18 марта, и также наши студенты, волонтеры-медики отправились на горячую линию и вплоть до самой своей летней сессии, помогали там, обзыванировали. Потом, к сожалению, во время сессии нам пришлось прекратить данный вид деятельности. Ну и горячая линия звонков стала поступать гораздо меньше, потому что, слава богу, эпидемия пошла на спад в нашем регионе. Ну и также у нас был открыт на базе Медицинского университета оперативный штаб помощи пожилым в рамках проекта «Мы вместе» по оказанию адресной помощи по федеральной горячей линии ОНФ. Мы принимали заявки, обрабатывали их. Если наши коллеги доставляли бесплатные продуктовые наборы, которые были уже сформированы, у нас алгоритм был немного другой, достаточно обширный. Нам поступала заявка. Сначала человек звонил на горячую линию в федеральный колл-центр, там составлялась заявка, она поступала к нам. Заявка состоялась с фамилиями отчества заявителя и адреса. Желает купить, чтобы ему привезли продукты или лекарства, и больше никакой информации. После этого садились наши девушки-волонтеры, прозванивали каждую заявку, и составлялись огромные списки продуктов, льготных лекарств. И, соответственно, дальше оперативные выездные группы ездили по всем магазинам города Твери, закупали все эти продукты и развозили их, соответственно, адресатам. Также такие штабы. Мы вместе были открыты в каждом муниципалитете Тверской области. Также там осуществляли помощь и по адресной доставке, и лекарств и продуктов, и по бесплатной продуктовой помощи. Где-то в начале апреля мы поняли, что нашим коллегам в поликлиниках наша помощь стала необходима, и мы сами, инициатива университета, нашего проректора по лечебной работе Николая Дмитриевича Баженова, была обзвонить, созвониться со всеми врачами наших поликлиник города Твери, и мы составили алгоритм, каким образом мы будем выдавать рецепты и получать по этим рецептам льготные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, малобомбильных граждан и пожилых людей. Это была тяжелая, скажу вам, работа, потому что, если одно дело купить продукты, это тоже проблема по списку согласовать, какие крупы, какие колбасы. Пожеланий много было, да? Пожеланий было огромное количество, курьезных историй тоже. Например? Ну, у нас в самом начале, это была, наверное, вторая или третья неделя работы штаба, резко в каждой заявке стала появляться Кашинская вода, бутилированная, в определенном магазине, это был универсал в пролетарке, именно с определенной этикеткой, и не по одной-две бутылки, а по две-три упаковки. Просто вот заявок 15, и там можно было газель, наверное, в Кашинской воде заказать и просто везти по адресам. Мы спрашивали, зачем? Мы сказали, она от всего помогает, от всего спасает. Потом уже у вас на эфире, мы об этом как-то рассказывали, что в Кашинскую воду, да, у нас производители в этом плане, наверное, обогатились, раз была такая история. Курьезные истории были, когда пожилые люди, изначально мы начинали работать по списку продуктов первой необходимости, выпущенной правительством Российской Федерации. А потом мы стали понимать, что надо этот список расширять, потому что пандемия не заканчивается, у людей кончаются хозяйственные средства, людям не хочется кушать консервы, бабушкам нужны необходимые им именно продукты, и стали возить различные мясо сырое, как бы сладости. Были, конечно, люди, которые заказывали там балык, икру. Ну, как бы, ну, что скажешь, ну, если чай хочет, чему нет? По лекарствам у нас была история связана с тем, что в том числе и даже онкодиспансер, психдиспансер, даже оттуда лекарства нам приходилось доставать. Ребята ездили, и достаточно очень много людей лежачих было, которым очень было тяжело было осуществить особенно бесконтактную доставку, потому что они дни, дома, и они даже не способны дверь открыть. Ключ у соседки с третьего этажа, надо взять у нее, дойти вниз. Историй очень много, и все они веселые, к сожалению. Тем не менее, это довольно сложные условия, и я так понимаю, что рабочий день тоже был... Рабочий день у нас был с 9 до 9, по 12 часов смены. Изначально мы начали работать, одной большой командой. Нас было 20 человек. Для города Твери оперативной такой группы было достаточно, потому что порядка 50 заявок в день. Но они, конечно, там, каждая заявка занимала минимум 40 минут. Потому что это пока от одного магазина до другого. Мы начали таким образом работать. Дальше график у нас работы изменился, в связи с тем, что федеральное руководство волонтеров, медиков, проект «Мой вместе» выпустили постановление, что волонтеры должны работать по графику. Одна неделя работы, две недели самоизоляции. И, соответственно, здесь нам уже, что создавать, три оперативные команды. Но они работали ежедневно в течение недели по 12 часов. Сам я не покидал рабочее место 140 дней. А между делом все-таки учеба присутствовала? Учеба бистанционная, по ночам, по вечерам, ежедневно. То есть сложности было достаточно? Куда же без них. Куда же без них. Давайте вернемся к вопросу перепрофилирования инфекционных госпиталей. Расскажите, что вы там, какие вы обязанности выполняли, что вы там делали? Здесь требовалась именно физическая сила от наших студентов, медиков, и минимальные знания в лекарственных препаратах, в техническом понимании, что данную коробку надо нести в процедурный кабинет, а вот эту данную коробку в санитарскую комнату. Потому что они видели, что там лежит, и понимали, куда это нести. Ну и к тому же, что знание самой больницы, потому что наши студенты обучаются на клинических базах, что в 6-й городской больнице, что в Калининской СРБ, что в детской областной. И практически все больницы для них не были незнакомым местом, они приходили туда на пары, а теперь они им помогали перепрофилироваться. А в этом вопросе какие сложности возникали? Здесь сложности не возникло, здесь мы просто оперативно взяли это в свои руки и сделали. И, к счастью, это все получилось достаточно быстро. В рекордные сроки? Ну, буквально 2-3 дня, и больницы начинали открываться. А сколько вы так участвовали? В каком количестве? Все больницы, мы оказывали помощь перепрофилирование всем больницам города Твери, кроме областной больницы. Там у Сергея Евгеньевича все было хорошо, он сумел открыться. Без нашей помощи у него все было готово. И, опять же, это все совмещалось с учебой? С учебой. С учебой. Без отрыва, так сказать, от учебы. Все. Все процессы волонтерской деятельности у нас ни в коем случае не пересекаются с учебной деятельностью. Человек учится, и если он хорошо учится, только тогда он волонтерит. И у вас сессия все равно совпала, да? С сессией. У нас не закрылся штаб, как мы работали с 9 до 9. Два часа экзамен. Значит, на два часа работу оставили. Пошли, сдали экзамен, вернулись. К экзамену нужно готовиться? Ну, вот по ночам. Зачем ночи студентам-медикам, если не готовиться к своим предметам учебным. Николай, теперь к вам вопрос. Студенты-медики также были задействованы в красной зоне. Пожалуй, наверное, это самое трудное было. Поистине легкое испытание. Вы бы выстояли. Расскажите, какова была обстановка? Когда мы начали работать, первые смены у нас было практически никого. Я работал в детской областной больнице. На ее базе был открыт инфекционный госпиталь. Первые смены ребята заходили в зону и просто ждали. Ждали того, что к нам привезут первых пациентов. Мы начнем их лечить, мы начнем помогать. Постепенно-постепенно количество пациентов росло. И росло оно не один, не два в день. Росло большими количествами. И здесь уже работа по-настоящему закипела, как это показывали по федеральным каналам, как это показывалось в интернете, что врачи, и медсестры, и санитары, и все-все сотрудники больниц без устали работают. Как-то так. По шесть часов в красной зоне, по шесть часов в чистой зоне. Примерно так выстраивается график каждого медбрата, врача, санитара во время работы с ковидом. Нельзя не упомянуть, что инфекционный госпиталь на базе детской больницы, да, он был открыт, один из последних. Да. Расскажите, кто там лечился? Дети, взрослые, семьи? Несмотря на то, что госпиталь был открыт на базе детской областной клинической больницы, он был открыт для всех возрастов, но по пациентам, я сужу по своей работе, которые там находились, это были люди старшего и пожилого возраста. Детей у нас, слава богу, не было. Самый молодой пациент, который у нас лежал, ему было 27 лет. А какие вы функции выполняли? Я работал на должности медицинского брата Палатного. В мои обязанности входило введение документации на посту, раздача лекарственных препаратов таблетированных, то есть это все таблетки, все суспензии, которые необходимо выдать по часам. Я проходил по палатам с контейнером лекарственных препаратов, по списку раздавал каждому пациенту лично в руки, и обязательно, обязательно это был контроль приема. Мы должны были контролировать прием лекарственного препарата, как пациент его принял, и как он после него себя чувствует, потому что, к сожалению, бывают и аллергии, а это осложнение лекарственной препаратной терапии у больных, которому так с ковидом тяжело. И которому еще дополнительная медицинская помощь какая-то, конечно же, необходима. Николай, ваш рабочий день строился как вообще? Утро в красной зоне, в костюме? Это же тоже, да, защита сложности. Моя смена начиналась с 7.40. В 7.40 я приезжал на работу, расписывался в журнале о том, что я не болею, хорошо себя чувствую, измерял себе температуру, проходил к старшей медсестре отделения, она меня регистрировала, что я пришел на свое рабочее место, и записывала, в какую смену я иду. То есть, если это первая смена, я захожу сразу же с 8 часов в красную зону, если это вторая смена, то я заходил с 2. Дальше я проходил, переодевался именно в медицинскую форму. Если я захожу с 8, я одеваю защитный костюм, как мы смеялись, называли их Касперы, одевались, забирали с собой, что необходимо было пополнить запасы тех же лекарственных средств, либо каких-то еще ресурсов, например, бумагу, если она закончилась на посту, забирали с собой и начинали работать. Поднимались в красную зону, принимали смены, спрашивали, что, как, с каким пациентом, есть ли кто-то тяжелый, кому надо срочно помочь, чем выручить предыдущую смену, если они не успевают, например, взять анализы. Потому что взять кровь из вены у человека в принципе тяжело, у кого-то венки хорошо видно, попал, и все хорошо, а у кого-то они очень глубоко, и это достаточно трудоемкий и длительный по времени процесс. Сложность, наверное, все-таки самая главная это работать в этих костюмах. И лето-то выдалось, сначала лето у нас теплое довольно-таки. Лето у нас было крайне теплое, а костюм накладывает свой отпечаток. Как мы с моими коллегами говорили, нам повезло расположением коридора, где мы ходили. Он находился на несолнечной стороне, у нас были открыты окна, было проветривание, была циркуляция воздуха, и нам было комфортно в этом всем работать. К сожалению, палаты пациентов были на солнечной стороне, и когда мы заходили в палату, вот здесь начиналось пекло. Во-первых, тепло в палате, и это тепло сразу же дает отпечаток в этом костюме. Как только ты начинаешь в нем двигаться, в нем сразу же становится безумно жарко. И не только жарко, от движения начинают запотевать вот эти защитные очки, сразу же сужается поле зрения, и из-за этого мозг не понимает, что происходит. Почему я не вижу? Многие в интернете тоже медики, студенты делились даже лайфхаками, чтобы очки не потели, как их защитить от этого. За время работы мы перепробовали массу способов. И популярное мыло, мне лично мыло не помогало, пользовались средствами, которые называются антифок. Антифок мы отмели сразу, потому что его хватало буквально на 5 минут с первого на третий этаж подняться, и уже ничего не видно. Меня спасала, не поверите, пена для бритья. Намазывали тонким слоем, она высыхала, излишки мы убирали, и затем одевали, и выходили работать. 6 часов выдерживало просто на ура. Это, наверное, счастье было, снять с себя этот костюм после 6 часов работы. Когда я отработал первую смену, сняв именно очки, и когда мое поле зрения увеличилось до нормального, это было несказанное счастье, потому что ограничение направленности зрения очень давит на мозг. Ты очень от этого устаешь, и когда снимаешь очки, наверное, люди с плохим зрением меня поймут. Нет граней на кругозор. И это очень-очень радует, и это расслабляет. Почему нужно помогать? Как вы считаете? Нам, будущим врачам, на этот вопрос ответить, наверное, проще. Мы обязаны помогать людям, потому что мы решили стать врачами, а долг врача — это помощь человеку. Николай, на ваш взгляд, почему нужно помогать? Мне кажется, что добрые дела, они должны делаться, и если ты хочешь сделать добро и хочешь помочь, делай это. Если у тебя получается общаться с людьми и привозить продукты, почему нет, если того требует ситуация. Если у тебя получается работать, и ты хочешь работать в той же красной зоне, в самом пекле, работай, почему нет. Это в первую очередь развивает тебя внутри. Это развивает тебя в эмоциональном, в умственном и в моральном плане. Это прежде всего саморазвитие каких-то сильных и волевых качеств. На мой взгляд, это внутреннее развитие, нежели это какая-либо благодарность. Юля, Ксения, как вы считаете? Я считаю, что не помогать нельзя. Когда ты видишь благодарность на лице человека, когда он улыбается тебе, ты понимаешь, что готов сделать это еще раз и еще и еще. То есть, в случае чего все будут на передовой. Будут повторно. Безусловно, все на передовую. Ну что ж, у нас программа подходит к концу. Напомню, что темой сегодня было волонтерство во время пандемии. Гостями в нашей студии были будущие педиатры, студенты-медики, которые работали в период пандемии как в красной зоне, так и помогали в перепрофилировании медицинских учреждений в инфекционные госпитали. Ими была проделана огромная работа, тяжелая работа. Это Марк Ефременко, Николай Мусинов, а также представитель молодого поколения, еще ученица на тот момент еще и 10-го класса, Ксения Овсяникова. Что ж, пожелаем, поздравим ребят с Днем Знаний, потому что учебный год начинается, и, конечно же, чтобы этот год стал удачным, у кого-то выпускной он, как я понимаю, Марк Увас выпускной. И пожелаем удачи, и я с вами прощаюсь. Меня зовут Валерия Королева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова